А я не обижаюсь на вас, а я приглашаю вас. Котёнок по имени Гав, Шарик, Коза Дереза оживают в руках артистов Биробиджанского театра кукол «Кудесник». Коза Дереза – это уже классическая народная сказка. То есть там всё по классическим канонам, народные костюмы и прочее. Вот это всё. Яркость вот эта. Ну, скоморошие больше. Скоморошие, да. И он весь, естественно, на фольклоре, на песнях народных, всё в стихотворной форме. Скоморошина такая. Там даже балалайка будет живая. Всё весело на самом деле. Все декорации артисты привезли с собой в Хабаровск. Главных персонажей – кукол – везли на пассажирских местах. Что такое кукольное творчество? Артист кукольного театра – это он оживляет свою куклу. И непосредственно на этот момент он становится, то есть она становится его частью. Частью его души, частью его пластики. Поэтому для них, для наших актёров, куклы являются вторым продолжением. И они с ними ездят всегда вот так. И где же эти неприятности? Кажется, здесь никого нет. Ребята, а вы не видели неприятности, о? А вы не знаете, как они выглядят, эти неприятности? Детские спектакли длятся менее часа. А вот их постановка занимает около месяца. Вот мы репетируем, репетируем, что-то придумываем, что-то придуманное убираем. Пытаемся в тайминг попасть, потому что всё-таки это детский спектакль. И здесь 40-45 минут максимум можно показывать. Дольше это уже сложно и для детей. Проект «Минкульта страны. Большие гастроли» дал зрителю возможность увидеть в своём городе новые спектакли. Всё, что я хотел сказать. А вообще всё хорошо. Полина Овчаренко, Анна Еремцова, Дмитрий Щепин. Смотри Хабаровск.